Мы все этого ждали, и вот, наконец-то, битва двух титанов, Эрон против Райнера, а? Стоп, это не то, извините, перепутал, битва двух сильнейших героев в Ван Панчмане, битва, которую все будут наблюдать с улыбками на лице, Сайдама против Тацумаки. Итак, не хочу вас томить, поэтому вся важная информация будет после обзора, а сейчас давайте перейдем к манге, 223 глава Ван Панчман, которая называется «Сделай это внутри», ну или «Действие внутри», или же «Внутреннее действие», ладно, нам показывают, что тот индеец Бумерангусмен жив и здоров, после выстрела злой природной воды. Он находится в палате с героями, которые пострадали во время битвы против ассоциаций монстров, так и после. Как Форте, которого сбила машина в кубике во время битвы против Сайдама, ну и как он и сам. Форте что-то очень зол на Сайдаму, заявляя, что с ним что-то не так, и он ненормальный вообще тип. Но его дружки объясняют ему, что это вообще машина его сбила, и Сайдама тут ни при чем. Тогда он успокаивается и говорит, что все забыли все, что он до этого сказал. Он просто подумал, что Сайдама схитрил, использовав силу, как у Тацумаки. Они почувствовали землетрясение неподалеку и пошли туда, чтобы узнать, в чем дело. Друзья Форте ушли и сказали ему не накручивать себя и просто отдохнуть. Но у нашего диджея в голове не только музыка играет, но и то, что надо потренироваться для реванша Сайдамы. Никого вам не напоминает, а? Напишите в комментариях, интересно будет чекнуть, кого он вам напомнил. Итак, самое вкусненькое, самое свежее и качественное. Битва Сайдамы против Тацумаки. Как видим, Сайдама до сих пор не отпустил руку Тацумаки. Он просит ее успокоиться. А та лишь все сильнее, бесится с этого и просит его уйти с дороги. Но Лысик ее не слушает и не отпускает. Хоть она и пытается что-то сделать своей эспирской силой. Но у нее абсолютно ничего не получается. Ну почти. Тут очень интересный момент. Она его слегка сдвинула. Ну, у вас может сложиться такое мнение. С одной стороны так и есть, но дело в том, что Сайдама не понимал, на что она способна. И поэтому он слегка откинулся назад. А когда уже привык, сразу встал обратно. Это как под землей, когда Сайдама принимал ванну из магмы вместе с Орочи. Да, вот так вот. Кто не знал, Сайдама действительно это сделала. Когда он впервые залез, ему было чуть горячо. А затем спустя секунду он уже привык. Если хотите посмотреть мою озвучку, где он это делает, ссылка появится справа в верхнем углу. Нажмите туда и посмотрите после того, как посмотрите это видео. Возвращаемся обратно. И тут Сайдама говорит типа, Так вот она сила, которую ты использовала, когда сражалась на небе с Геннессом. Так он еще и умудрился унизить ее, сказав, что ее сила ничем не отличается от Фубуки. Которая, кстати, в эту же секунду начала кричать Сайдаме, что он совершает большую ошибку, пытаясь провоцировать ее старшую сестру. Но по ее лицу она поняла, что это уже поздно. Да, он действительно вывел ее из себя, что та снесла все, что было напротив нее в радиусе несколько километров. А возможно даже десятки. Но Сайдама лишь трясется, как вибратор, и не понимает, почему его мышцы двигаются сами по себе. Сейчас появятся Гоку-фаги, которые будут утверждать, что Сайдама слабак, и что он дергается, как пружина от сил Тацумаки. На самом деле, он даже на один процент не воспринимает ее, как врага. Соответственно, он может хоть улететь от ее силы. Но если она постарается задержать его в день распродаж, то ей, мягко говоря, будет не сладко. Сайдама ничего не может сделать с Тацумаки, пока вокруг столько народу. Поэтому он кричит Фубуки, чтобы та увела отсюда всех людей, и что он разберется с ее сестрой. А та пытается понять, кем является Сайдама для ее сестры. Ее парень, или все-таки член группировки Метель. Она вспомнила, что это тот лысик, который шляется с Геннесом. Она спрашивает его, какого черта столь сильный герой делает в группе Фубуки. А Сайдама отвечает, что он не состоит в ее группе. Что он ей не друг, не парень, а просто знаком. После этих слов Фубуки очень расстроилась. Этого мы точно не ожидали. Неужели она была влюблена в Сайдаму? И как же в манге дальше будут развиваться их отношения? Поставь лайк, если хочешь, чтобы Сайдама и Фубуки были вместе. А если нет, напиши в комментариях, почему. Да, на самом деле было очень грустно смотреть на то, как Фубуки расстроилась после того, как Сайдама назвал ее просто знакомой. Ведь они как бы давно дружат. И возможно, что она даже была влюблена в него. Да, Сайдама может показаться некоторым грубияном. Но взамен на свою силу он не только облысел, но и стал практически безэмоциональным. В чем, собственно говоря, и фишка этого персонажа. Но не прям совсем без эмоций. К примеру, Сайдама очень любит мясной суп на Б. Безумно любит распродажи. Также стоит вспомнить, как он сильно разозлился и расстроился, когда увидел, как Гару убил Геннесса. Сейчас будет фан-анимация того момента. Блин, я просто не устаю от этой анимации. Каждый раз восхищаюсь. Авторы этой анимации – MMC Animator. Ссылка на оригинал будет в описании. Так вот, я лишь хотел показать вам, что Сайдама не просто какая-то стенка. Да, мало что вызывает у него эмоции. Но они есть. Двигаемся дальше. Тацумаки спрашивает у Сайдамы, какого черта он тогда так сопротивляется из-за какой-то знакомой. Но она быстро переключается и говорит, что ей наплевать. И по ней видно, что она заинтересовалась в нем и хочет проверить, на что он способен. А также заслуживает ли бегать за Фубуки, которая сама удивилась словам сестры. Ведь все наоборот. Как сказал сам Сайдама, это она бегает за ним, как заноза в зад. В эту же секунду Тацума не на шутку разозлилась и начала скручивать весь штаб ассоциаций. И все здание начало рушиться. Щишки ассоциаций начали жаловаться на Стального Рыцаря, ибо это место должно быть самым безопасным на всей земле. Герои не могли спуститься вниз по лифту. Поэтому они забежали в кабинет справочного бюро и узнали, что внизу есть посетители к заключенному и они в ловушке. Они действительно правы. Ведь Тацумаки настроена всерьез. И ей абсолютно плевать, что люди вокруг могут пострадать. Сайдама это видит и недоволен этим. Он говорит, что она относится к жизням людей и их домам как к мусору. Что отсылает нас к тому, что это Тацумаки разрушила дом Сайдамы. И он это давно уже понял, как только увидел ее разрушающую силу. Тацумаки лишь смеется, издеваясь и думая, что он протянет недолго. Но Сайдама, поняв, что если ее не остановить, люди вокруг погибнут, решает взять ситуацию под контроль. Точнее, в данном случае прижать Тацумаки к себе и взять под контроль. Что и случается. Раз она не собирается остановиться, а продолжать это, то пусть делает это снаружи. Крепко прижав ее к себе, он хватает ее и вылетает из штаба ассоциации вместе с ней, проделав там огромную дыру. Вернемся назад, где Фубуки до сих пор смотрит в дыру, которую проделал Сайдама. Да, она в шоке. Сайдама. Старшая сестра. Это началось. Сайдама против Тацумаки. Так вот, благодаря этой дыре, героев уже вытаскивают из подвала. Откуда, кстати говоря, также решили выбраться и монстры. А вот и наши старые друзья. Узнаете этого длинноязыкастого? Да-да, это тот недомонстр, которого спугнул Кинг во втором сезоне аниме. Они в предскушении думают, что вот, наконец-то, свобода. Да, открываются двери лифта, а там, там, ничего такого. Просто дюжина героев со всех классов. Двери закрываются так быстро, что они могли бы побить рекорд. Думаю, так быстро двери никогда не закрывались. За исключением их открытия, конечно же. На этом глава закончилась. Не спешите закрывать видео. Далее будет моё мнение по поводу этой главы, которая, кстати, мне очень понравилась. Как сказала Фубуки, на этот раз битва Сайтамы против Тацумаки началась. И уже в следующей главе, которая выйдет ровно через две недели, мы увидим, как Сайтама наказывает Тацумаки за плохое поведение. Что именно он сделает, узнаем совсем скоро. Обязательно напиши в комментариях своё мнение по поводу данной главы. Понравилось ли вам и что, по-вашему, не хватает в One Punch Man именно сейчас? Знаете, и все такие, третьего сезона, третьего сезона. Я с вами согласен. Лично мне хотелось бы узнать побольше о боге монстров. Всё указывает на то, что Сайтама его единственная цель. А зачем он или они его преследуют? Прежде чем попрошаться, хочу поделиться с вами одной важной новостью. Озвучки Манг будут выпускаться на Бусти. Потому что недавно на пару видео мне пришло письмо о нарушении авторских прав. И как бы мне самому не хотелось, я не могу их выкладывать сюда. Потому что канал попросту могут забанить. Ссылка на Бусти, а также ссылка для доната будет в описании под видео. А также в закрепленном комментарии. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает. На Ютубе нет монетизации, а ваша поддержка реально меня мотивирует. Что ж, а на сегодня всё. Ждите много нового контента в будущем. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok